на канал экзегет поступил вопрос как отличить собственные мысли отнушаем и бесами сразу стоит предупредить что может быть такая дихотомичная позиция она не всегда оправдана то есть все-таки жизни и и счастье духовной женщины гораздо богаче чем вот такая двойственная позиция либо это мои мысли либо внушенные бесами есть такая точка зрения что на человека воздействует мир ангельский и мир демонический и человек вы выбирает но здесь просто не всегда когда это статическая мысль излагается понятно что тот кто выбирает чтобы он мог выбрать он должен развиться сам ну как лично до должна пустить появится система навыков мировоззрения то есть должно быть то самое активно я не смысле эгоизма в смысле личности до или то что саре науки называется субъектом поэтому чек становится небезвольным выбирающим до активной стороной ужан клуба ларше есть книга исцеления психических болезней где он отчасти на этот вопрос отвечает он говорит что некоторые процессы которые снаружи кажется как одержимостью не всегда являются таковыми действительно есть безумие форма безумия который определяется инфернальным воздействием на человека но в тоже и кстати это инфернальное воздействие можно нас с помощью источников по современной психиатрии показать на то что психиатрии есть некоторые феномены которые не имеют научного объяснения сколько вы психиатрии не пыталась заявлять что дескать их картина мира полностью определена ну не буду подробно остается на теме шизофрении и субличности хотя некоторые да ученые говорят что когда в чеке появляется второе я сознание до альтермирующая личность это просто некие результате травмы мышление человека раскололась на две ветки ну уж мимоходом начали на вопрос да то есть здесь используется метафора да вот был один фильм да как кажется армия тьмы где главный герой стал перед зеркалом и увидел в зеркале отражение как у него пыталась напасть он это зеркало разбил и потом сражался с несколькими человечками которые были его копия но которые пытались уничтожить но когда мы смотрим на сознание мозг микроскоп мы не видим зеркало то есть мозг невозможно разбить на два фрагмента на два сектора то есть это не диск который можно дефрагментировать это некая гипотеза который очень трудно подтвердить почему трудно потому что до сих пор наука не разобралась как наша с вами память функционирует как мы функционируем в бодрестном состоянии и тут кто-то на полном серьезе на уровне гипотез пытается объяснить как происходит функционера второго уровня до что в недрах психики зарождается личность которая имеет свое самосознание сколько лет нужно чеку чтобы изучить иностранный язык или пушкики навыки несколько лет а эта личность вылетать например культной инициации может родиться мгновенно дальше не буду дальше вопроса разбирать просто скажу что был такой персонаж как билли миллиган в котором судебная психиатрия установила присутствие более 20 личностей кстати он был оправдан в суде за насилование то что было заявлено что в момент изнасилования собственным телом руководил не его сознание да а личность активной резьбиянки кстати вот в его лично в его истории показано он феномен да вот сообщества лгтб то есть было больше 20 личности но по сути мы имеем то что ты отцы называли одержимостью но не всегда чек когда ведет безумно это одержимость до жан-клударше приводит мысли древних отцов которые неплохо знали медицину достаточно даже сказать серьезном уровне которые пока что внешний безумный человек может так себя вести вследствие поломки определенных филосе структур то есть в соответствии с православным мировоззрением в состоянии какого-то психического заболевания личность человека в глубь в глубине является не поврежденным образ боже да но тело является неким как бы инструментом через которым музыкант пытается себя проявить то есть музыкант остается внутри но рояль сломан примером чему служит пример соня шаталовый до девочку который был очень тяжелый диагноз и казалось запрещенном момент что никак не реагирует на окружающую обстановку но когда мама с любовью прикоснулась к ее руке соня начала с маминой помощи писать стихи у него огромные конечно были буквы но читая стихи соня шаталовый ты понимаешь что на самом деле в то время как люди казак думали что она ни на что не реагирует в ней жила очень активная жизнь и причем даже она понимала что не аутизм что это аутизм является преграды между ней и миром я даже писала что уж уж мама издала бы мне в детский дом не мучаюсь она все это время она понимала ну и третья форма безумия который иногда выглядит как одержимость это то что в чеке рождается вот эти печали уныние но это уже отдельно тем почему печали на не рождается просто в этих станет чек ведет себя подавлено и неестественно и чтобы разобраться где собственные мысли а где мысли демонические действительно очень желательно все-таки разбираться статической литературе некоторые люди смеются когда речь это упоминание падших духов но если бы на может показать их присутствие на даже светской психиатрии но просто скажу одну деталь те кто в курсе что такое святатическое учение о противостоянии вот этим инфернальным мыслям эти люди как раз если наложить статические учения на современную литературу по против действиям манипуляции можно видеть одну деталь что даже если представить на секунду что их нету этих инфернальных сил но знание литературы помогает там хотя бы избежать тех манипуляций которые присутствуют в политологии маркетинге да мы знаем что демоны воюют с человеком как писал гаврил бунге до ссылаясь на древних отцов с помощью отпечатков в нашем воображении да так примерно действует и всякие политтехнологии и лев оптинский он когда его спрашивали подобный вопрос он говорит что однажды у него была беседа с одним пустынником сканевца тот пустынка что долгое время он не мог распознать где мои мысли где мысли демонические и потом пришел к выводу что демон когда внушает что-то человеку он не говорит ему пойди сделать то пойди убили там пойди ну в соревнов ключе там пойди там поиграй да он говорит чего как бы собственно голосом собственная хотелось бы мне сделать то-то и то-то считаю что нужно пойти туда это туда-то ну фильма и молодцы до терминатор 2 там был такой кадр что это опекунша мальчика убита и значит роботы тысячи мальчику давай не ты будешь вы был я и два робот разговаривать друг другу только один копирует голос опекунша тройка перед голос мальчика и также бывает нашем сознании сильно иногда с кого психиатры не смеялись над этим но тот кто этим знанием владеет он станут способным наоборот психическое равновесие сохранить у нас бывает в дырка возникают голоса который нас призывает к диким поступком но что как иногда можно распознать что это не наша да то есть например нам какой-то голос прямо кричит в ухо да что это такое сколько надо можно издеваться я не потерпу себе такого отношения то есть мы слышим внутри себя как бы собственный голос как будто мы рассержены но внутри себя мы не разве мы чувствуем мы не растяжена то есть мы не какой-то раз согласование тут какая-то ярость на внутри спокойно и принять нет нет сейчас я этого заниматься не хочу как меден чек горюми иногда значит голос внушает иди кого-то ударе но он побывал психиатрической клинике да и понял что это голос и на слушаем ведь сам иди там baby кого тебе нравится я этим заниматься не буду да и в том числе распознать и внушение помогает божественно благодарить если все-таки мы исповедуемся причащаемся стараемся по силе заниматься иисусовой молитве то как говорит отцы когда все-таки наш ум приобщен к молитве могут это вторжение извне в нашу психику мы чувствуем и кстати не всегда она происходит от демона да иногда это и какой-то часть к вторжению но нам господь даст это почувствовать и даст это распознать внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео